Здравствуйте, ребята! С вами Валерий Буфсиновский. Данное видео будет посвящено, опять же, статье «Практическое введение в профессиональную разработку». И статью вы почитаете. Статья очень длинная. И я вас попрошу прочитать статью не одним залпом, потому что писал я её долго и очень осознанно, а прочитать в течение нескольких дней. То есть день почитали, переосмыслили второй день. По сути дела, я постараюсь в видео сейчас проговорить, что делать. Код мы будем писать в школе уже. Итак, я вижу, что Женя Рябов, Виктор Шамаков, потихонечку ребята подключаются. Но сейчас вот то, что Серёжа прислал Асачий в последние разы, сейчас поймёте, я сейчас всё проговорю. Вот его проектирование начинает потихонечку меняться, да? То есть, сейчас секунду соображу. Сергей прислал первое своё понимание по декораторам и миксинам. Вот он пишет, не уверен, что правильно всё понял, с чего начинать нужно. Итак, файлы декоратор я пишу, там нужен мне декоратор, я дам ссылку на группу, да, кто в школе, напомните. В моём случае миксин и так далее. И дальше описывает. Вы знаете, вот обратите внимание, ребят, это касается каждого. Вот я написал в статье конкретно, и этому посвящено видео сейчас. Инструкция статьи. То есть, на ближайшие 40-60 дней. Вот в 40-60 дней мы будем делать следующее. Мы будем профессионально разбираться с миксинами и с декораторами. Зачем? Ребят, а затем, что программирование и разработка – это навык в первую очередь. И вот неважно сейчас, я вот написал Сергею в статье, да, что он огромный молодец. Ведь все, главное – начать делать. Все эти вопросы за ближайший месяц, они отпадут. Но сейчас, вот что самое важное? Важное, что когда человек планирует некую вещь, неважно, что это будет за код, это будет предприятие, это будет какая-то автостоянка, это будет какая-то другая программа, мы создаём некие объекты. Уже, уже у программиста должно что быть? Уже у программиста должна в голове раздаться мысль. А вот это я напишу как? А вот это я напишу как? То есть, предыдущая статья, вы, кстати, я дам ссылку, тут все статьи почитаете, потому что, сейчас я покажу, здесь, начально мы развиваем тему именно обучения разработки. Секундочку. Вот, разработка программного обеспечения, да. То есть, здесь в основном вот эта вот теория понимания, потому что писать код, вот дальше будем, это будет главное, но надо на что-то внутри опираться. И есть статьи. Сразу говорю, сайт я переписываю, но статьи вы всё равно потом найдёте, да. Если новые, не новые читать, а начать здесь, всё равно я, пусть по-другому будет обучение разработки, да. Здесь все статьи, которые будут добавляться и добавляться. Сейчас практическое введение в профессиональную разработку. Так вот, мы, по сути дела, программист должен уже в голове себе сообразить, что вот это я напишу класс, да, вот это я напишу абстракцию, вот это агрегацию, вот это я напишу на миксинге, вот это на декораторе. Ну, чтобы это начало происходить, вот я и пишу это видео, и говорю, Серёжа, что 30 дней мы будем работать с миксинами и декораторами. Я специально, когда писал статью, написал её очень широко, очень широко расписал. Человеку всегда надо с чего-то начинать. Понимаете? Мозг всегда должен за что-то зацепиться. Если вы почитаете статью, то на самом деле вы поймёте, мы говорим о наследовании, но о наследовании не только о том, как вот, допустим, о наследовании питон, да. Если там взять в интернет, там взять какую-то статью, и, как обычно, всегда приведены там несколько классов, и понятно, в принципе, большинство людей даже в эти вещи особо не вдаряются, отсюда начинаются какие-то проблемы. Всегда проблемы в базе. Так вот, мы на самом деле будем говорить о наследовании. Я пояснил, почему я взял всё-таки миксины. И заметьте, как только я взял миксины, я посмотрел, у Сергея сдвинулось, с проектированием, у него начала мысль цепляться. Почему? Потому что, когда он понял, да, что это вещи, что эти вещи делают очень многое. И, 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 вот важный момент, Серёж, вот сейчас для вас, а потом скажу ещё для новичков, потому что знаю, что видео будут смотреть и новички, для вас тоже важная информация будет, она в конце статьи есть, но я ещё хочу кое-что обратить ваше внимание. Серёж, смотрите, на этапе до этого вы писали просто примеры, да, вы изучили уже там и типы данных, и магические методы с двумя нижними подчёркиваниями, и разобрались в функциях, но вы всегда делали в пределах маленького куска кода. Сейчас самое важное, что сделать? Сейчас вам надо научиться видеть статьи в вашем коде, как вы будете использовать, то есть, где вы будете использовать миксинг, где декоратор, где будете, говорю, использовать дальше, пойдём более сложные вещи, абстракцию, агрегацию, и так далее, и так далее. Вопрос в другом, что метод надо брать. Сейчас надо писать не просто куски кода, а вот как я дал домашнее задание, мини-программы, небольшие, но чтобы там было хотя бы логика в два-три шага. По сути дела, сейчас надо научить мозг тренировать, видеть техническое задание, и в техническом задании уже вы должны в мозгах, смотря на техническое задание, например, там, вот как здесь вы уже делаете, я вижу немножко по-другому, но я вижу, что он будет меняться, да, вы уже будете понимать, допустим, там, авторизацию, авторизацию вы напишите там при помощи декоратора, или при помощи миксина, персонал миксина, это или декоратор, и так далее, и так далее. Ведь добавятся потом и другие вещи, но пока мы делаем так, ну, по крайней мере, я очень чётко вижу, как меняются вот эти ваши схемы, да, они просто кардинально, это правильно, потому что идёт процесс наработки. И как делать правильно? А вот я так делал, и это сработало. А делать правильно, что, понимаете, нам надо примерно хотя бы 30 дней заниматься только миксинами и декораторами, но я здесь скажу ещё несколько вещей важных, да, только миксинами и декораторами. То есть, надо настолько хорошо это оттренировать, чтобы вы могли в миксе не только там, не задумываясь, смотря на вашу схему, уже представить название, уже представить, что и как вы реализуете. То есть, ну, чтобы это происходило, надо эти миксины, извините, пописать. Очень-очень здорово. И вот ещё один важный момент, зачем писал вот это вот видео. Понимаете, Серёж? Я обращаюсь к Сергею, ребят, считайте, что я к каждому из вас обращаюсь. Очень важно сейчас на этапе написания миксинов, ведь когда вы пишете миксин, да, вот мы тут давайте посмотрим, вы писали там где-то декоратор, где-то миксин. Вы в любом случае работаете с функциями, с типами данных и так далее, и так далее, правильно? То есть, вы работаете с данными, да, но я вас прошу именно при работе с миксинами не забывать метод супер. Его вообще никогда нельзя забывать. И поэтому вот я вам дал домашнее задание, какое, если вы посмотрите, да, сейчас домашнее задание. Оно нам поможет выявить все мелочи. Так. Вам надо сейчас, Сереж, вот переключиться на программки с небольшой логикой. Мы эти программки мини будем писать в течение 30-40 дней. Все зависит от того, насколько, вот как только будет уверенное написание миксинов-декораторов, это должно безоговорочно быть, да. С этого мы пойдем. Здесь вы в статье найдете ответы, вот вы спросите, а почему миксины? А почему там декораторы? А почему не что-то другое? Само наследование, принцип наследования в Python, подходя к этой статье, люди уже должны знать, оно простое. Миксины представляют собой настолько удобную вещь, вот смотрите, вот это, Сереж, я вам тоже показываю, что вы это должны вот сейчас в своих мини-программах очень хорошо отформировать, то есть в голове должно откладываться основной компонент и то, что будет реализовано на миксинах. Сейчас я покажу на примере Джанго, но принцип будет везде одинаковый. Так вот, сначала закончу отвечать на вопрос. Декораторы это то, что если мы начинаем заниматься разработкой, должен изучить каждый программист хорошо. Изучить хорошо. Почему? Потому что декоратор это то, что меняет функцию. Миксин не меняет функцию. Миксин добавляет точное действие. То есть оточных действий может быть много. И вот, Сереж, важный момент. Смотрите. Вот у нас вот это вверху идут все миксины. Но теперь хочу, чтобы вы отделили для себя. Вот, допустим, здесь идет создание курса. То есть само действие это класс. Ведь миксин же не может существовать без класса. миксин в класс привносит точное действие. И благодаря, а миксин стоит это множественное наследование. И благодаря тому, что мы используем множественное наследование, то есть наставили миксинов, то получается, что в данном файле мы выполняем каждое действие. Допустим, допустим, вот этот миксин, он четко проверяет группу, этот миксин, он проверяет все права, если ставить по отдельности, да, вот этот отвечает за редактирование, но вот это у нас уже просто создание класса. И по сути дела, здесь надо разграничить голове две вещи, вот сейчас, когда в этот месяц вы будете писать мини-программы, вы должны четко понимать, у меня есть класс, это какое-то основное действие, класс, всегда основной класс будет описывать какое-то действие основное. И дальше вы уже соображаете, а что я напишу при помощи миксина. Теперь очень важная идея, ребят, смотрите, да, мы глубоко разбираемся в разработке, мы разбираемся не в разработке, допустим, как написать там приложение в джанго, да, это просто, мы разбираемся вообще изначально, да, в работе языка Python, но, в свою очередь, овладев этой информацией, это начинает влиять как и на разработку, это вот как разрабатывает само джанго и все прочее, и также на работу с готовым приложением, ведь, понимая работу миксинов, вот, пожалуйста, реализация при помощи миксинов, да, очень простая, и вот смотрите, допустим, ведь все очень просто, вот, пожалуйста, взяли миксин, да, и реализовали выборку по пользователю, то есть, теперь, обращаясь к приложению, приложение будет знать, что к нему обратился определенный пользователь, а где есть обращение по пользователю, значит, там начинают уже работать и права, и любые правила, но вопрос в том, что нам не надо каждый раз прописывать, мы однажды прописали миксин и потом поставили его в любое место, в один класс, два класса, в три класса, то есть, миксин это всегда какое-то точное действие, которое привносится в один класс или в несколько классов, сам по себе миксин, он ведь не может существовать, просто без класса, он всегда существует к чему-то, вот сейчас я хочу, чтобы вы научились писать эти миксины, и мы с вами будем развивать эту тему, я заготовлю довольно много вещей, но сейчас я хочу, чтобы у вас было четкое понимание, что сначала у вас есть основное действие, то есть, в данном случае, допустим, это действие, это создание самого курса, а дальше при помощи миксином мы добавили там выборку по пользователю, доступность по группе, и другие-другие вещи, которые нужны в том или иной, то есть, надо разделить в голове, и вот это вы должны всегда научиться видеть, то есть, вот, я поэтому чувствую, что ваша схема опять изменится, это правильно, идет рабочий процесс, и она будет меняться, в конце концов, вы придете, выработаете свою методику, да, написания, и у вас будет вполне понятно, что вот это я пишу на декораторах, вот это на миксинах, при этом мы четко для себя определяем, миксин, что он делает, если мы посмотрим, миксин не меняет код класса, миксин что делает, это примесь, да, это простыми, ну, сама за себя говорит примесь, то есть, миксин дает, привносит в класс точное действие, точное действие, или вот в данном случае, вот он выбирает только по группе, то есть, внес действие, раньше мог создать курс абсолютно любой человек, сейчас бац, написали миксин, и теперь уже может создать курс, допустим, только человек, который находится в этой группе, раз, бац, добавили еще миксин, и уже конкретному человеку выставили может, не может, и уже оказывается, Петя может создавать курсы, а Вася не может создавать курсы, то есть, миксин не меняет код, и, исходя из этого, мы должны всегда четко соображать, ага, вот, где нам не надо менять код, а привнести какое-то действие, мы там напишем миксин, в то время, как декоратор, декоратор, а я вам говорил, что приводил примеры, есть целые фреймворки на декораторах, например, пирамида, да, пирамида, фреймворк такой есть, я где-то даже ссылку давал, пирамида, фреймворк, да, он, вот, он вообще весь смысл здесь, все каркасы на декораторах, а теперь, я же вам говорил, вот, предыдущие статьи почитаете, что на самом деле декораторы мы применяем каждый день в жизни, мы взяли горячую воду, один раз налили чай, второй раз кофе, кружка та же, то есть, у нас есть функция попить кофе, да, в голове мы-то просто там попить кофе подумали, пошли попить, но ведь мозг проделывает большую работу, он уже вычислил, что надо взять кружку, то есть, это работают методы в мозге, просто мы не относим это сейчас, но получается, что мы взяли кружку, налили воды, тот же чайник, та же, ну, не та же, а та же жидкость, то есть, именно вода, но один раз мы сыпем кофе, другой раз мы сыпем чай, третий раз сыпем какао, кому нравится, да, это уже работает декоратор, изменяется функция, да, наша, то есть, один раз кофе, чай, какао, это и есть работа декоратора, то есть, в жизни это происходит, поэтому декоратор, они везде у нас в жизни, да, то есть, мы можем сравнить, поэтому как вы должны думать, относиться, вот мы с вами делаем, я не проговорил, сейчас, ребята, проговорю, к чему мы стремимся, мы с вами делаем, считаю, вот, чтобы вам легче было представить, декоратор, это всегда каркас, ну, грубо говоря, если простыми словами объяснить, что такое каркас, вот у вас есть цех, до обеда робот в цехе выпускает кружки, после обеда тормоза, то есть, тот же робот, но сменился продукт, по сути дела, вот эту реализацию программы коди, мы могли бы просто, ведь действия те же самые, работает тот же станок, да, но при этом меняется продукт, то есть, по сути дела, это мы могли бы описать, просто применив декоратор, в чем удобство декоратора, что, вот, например, если мы пишем декоратор, вот, вот, стандартный декоратор login-recruit, да, то есть, грубо говоря, это можно было сделать при помощи миксина, но в данном случае мы делаем при помощи декоратора, поставив декоратор перед функцией, мы получаем, что теперь пользователь должен обязательно авторизоваться, но, смотрите, теперь, я в статье это описал, но кое-что еще все-таки поясню, ведь, 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 сейчас я хочу найти, вот, ведь, понимаете, декораторы надо научиться писать профессионально, и даже если сейчас, Сереж, я вас попрошу, не грызите себя, допустим, вы будете сомневаться, писать что-то на миксине, вот как, да, авторизация пользователя, на миксине или на декораторе, да, да, что здесь сомневаться, взяли, написали так и так, здесь важно сейчас наработать опыт, я вам писал в статье, что есть у нас Рассел Китмаги, один из президентов Джанго, то есть, человек, который компетентен в любой, в коде, в любой части Джанго, это высокий профессионал, но у него есть более простые проекты, вот дальше доберем технику именно у этого человека и его команды, я думаю, это будет правильно, теперь, вот смотрите, оно, ведь может, можно показать, пока код не важен, это все потом на практике, сейчас важно понять смысл, что просто вам декораторы нужны, так вот, ведь при помощи декораторов мы можем делать и чудо-вещи, вот допустим, у нас идет представление, представление, которое в принципе, вот смысл, вот оно работает, да, мы, где мы писали, я просто сначала думаю, для себя напишу, а потом можно уже объяснять, вот у нас тестовый, так, сейчас, секунду, вот мы писали, только оформлено покрасивее, да, я не дизайнер, нравится, не нравится, вот я поставил нравится, и, как в контакте, и вот добавилась моя фотография, вот так, вот сейчас сработал, вот этот декоратор, то есть, по сути дела, пошел обмен сервером, да, что произошло на самом деле, по сути дела, по сути дела, в общем, дело стоит так, часть функции работает, как и обычно, с Жангой, сейчас представление, но часть представления, что делает, вот обратите на эту вещь, JSON-Response, то есть, на выходе формат, преобразуется в JSON, то есть, если здесь формат, понятный Python, то дальше уже в JSON, и, а мы знаем, мы знаем, мы знаем, что AJAX, он сам по себе, не AJAX, а AJAX, да, AJAX сам по себе работает с форматом JSON из коробки, и поэтому мы, мы написали декоратор AJAX, и получается, теперь, следите за мыслью, вот это Джанга, потом мы, просто тупо, я сейчас не буду искать файл, но, в HTML файле, подключаем jukeri, библиотека написана GC, и там, мы знаем, есть функция AJAX, и теперь наше Джанга приложение стыкуется легко с jukeri, и там просто мы уже указываем, просто-напросто, словарь, все, и спокойно дальше работаем с jukeri, и теперь наше Джанга приложение начинает передавать данные на сервер по AJAX, все просто, по сути дела, сейчас это будет выглядеть где-то непонятно, это надо, чтобы один раз кто-то объяснил, по сути дела, я говорил в школе, что, ребята, ну, есть желание, есть желание, на, это тут уже для более продвинутых курсов, питон тут есть, пишем в социальную сеть, тут надо посмотреть, там, 32 курса, да, то есть, по крайней мере, понять вот этот вот первый навык, но я думаю, в Джанга 3 уже будет асинхронная, скоро эти вещи в Джанга с коробки будут делаться, но сейчас не в этом суть, сейчас мы не говорим о коде, мы не показываем код, мы показываем, что умея работать с декораторами, при этом стандартных много, мы можем делать совершенно просто, и кажется, там, немысливые вещи, стыковать приложения, придавать приложениям новые какие-то вещи, но всегда надо помнить, декоратор меняет функцию, меняет функцию, вспоминайте чай-кофе, вот и все, я обещал сейчас рассказать для новичков, потому что чувствую, что видео могут смотреть новички, для них, по сути дела, эти вещи непонятные, правильно, сейчас я рассказываю для человека, который, в принципе, уже начал писать и пишет на двух языках, но сейчас занялся разработкой профессионально, и мне это безумно интересно, потому что тут я готов углубляться хоть на километры там вглубь этого пайта, вглубь любого языка, так вот, а новички к этому придут, поэтому в статье я очень четко разграничил, так вот для новичков, я написал откуда начать, вообще сама статья написана о трех вот этих вещах, которых я говорю, что надо писать мини-программы, но она написана для более опытных ребят, а новички еще в лучшем положении, важно только быть в группе, да, вы изучаете материал, но уже смотрите в группе, а Сачи сделал там по декоратам, раз проделали, вы еще быстрее придете к этому, да, это же хорошо, то есть вы сразу будете и изучать начальный пайтон, и уже не готовить, а заниматься разработкой, это круто, Ребят, сейчас, как вы поймете, в 2020 году школа сильно изменится, ранее в школе было, я ставил такую задачу, вот говорю как-то духу, да, раньше я ставил задачу какую, первое, это обучение с нуля, оно есть, да, когда приходит человек полный ноль, и формулировал я на протяжении тех лет, для себя задачу так, что есть люди, которые в свое время, по разным причинам, не закончили университетов по IT, воодушевил меня на это, создатель Мазила, который с девяти классами образования на сегодняшний день уже написал вот это Мазила, создал сообщество и больше полторы тысячи лично программ написал, то есть дело здесь, это IT, здесь не важно, корка, здесь важно просто тупо писать код, умеешь писать код, будешь разработчиком, а код писать, ребята, это дело просто тренировки и привычки, извините меня, понимать здесь сильно не надо, что надо сделать, я в предыдущих статьях объяснял, что надо для себя ассоциации найти, я целое предыдущее видео, предыдущую статью, я вам показывал где статьи, рассказывал, ну поработайте вы, понаблюдайте за собой, делайте чай, делайте кофе, вот он сработал декоратор, все, и вы, потому что программирование создается и создавалось, и будет создаваться, так как мы думаем, понимаете, так вот, обучение с нуля, оно есть, развитие, развитие, оно есть, и при этом, в конце концов, само развитие сводится к очень простым пунктам, вот этот, на ютюбе открываете, разработка, находите, да, лист этот, разработка ПО, и третье видео, которое, ну, не нравится ребятам, видите, никто не любит его смотреть, потому что здесь я указываю на те ошибки, которые нельзя допускать, перестал работать с командной строкой, все, не будешь понимать доки, не работаешь с доками, там будет другое, то есть рассказал, это все надо подтянуть, потому что, именно и на этапе развития, это программирование, это правильное развитие привычек, понимаете, это важнее, чем абсолютно любой код, и здесь, когда мы развиваемся, очень много сделано, видео урок посмотреть мало, нужно прорабатывать, вот здесь нельзя ничего упускать, ну, понятно, что вы получите пожизненный доступ, а после этого начнете работать в школе, я повторяю, важно быть в группе, в группе сейчас вся жизнь происходит, почему, потому что вся разработка, это постоянная обратная связь, то есть развитие, это когда вы, в принципе, это не знакомство, это углубленное изучение, да, углубленное изучение, и вы здесь начинаете проделать, только разница в подходе ребят следующая, вот смотрите, берем уроки, да, проделать функции, я всегда говорю, научитесь, особенно новички, читать буквально то, что я пишу, потому что зачастую, ребята, вот пробежали письмо глазами, особо не вдумываясь, а здесь я пишу, что проделать уроки, проискать в интернет, а здесь 10 страниц, то есть смысл вот этого всего раздела, чтобы вы твердо уяснили, как работать с функциями, отсюда начинают ноги расти, потом начинается, то не знаю, то не знаю, то буду смотреть, ребят, и вы начинаете тормозить, нельзя этих вещей допускать, то есть сказано проделать, значит к видеоурокам добавляем самостоятельную работу в полном объеме, то есть постоянно живем в коде, не надо торопиться, не надо там куда-то бежать, не надо кого-то обгонять, ну просто надо работать регулярно, и все придет, все придет, вы ж посмотрите, на самом деле секретов никаких нет, вот если мы возьмем статью, вот допустим я писал, хотите стать программистом, читайте, то есть здесь нет никакой магии, есть обычная работа, обычная работа каждодневная, вот я оставил интересное, сообщение с группы, вот, пять месяцев назад, это было написано 31 марта 2018 года, вот пять месяцев назад, я и убунт установить не мог, для меня это было как собрать какой-нибудь космический аппарат, но в школе все происходит покруче, побыстрее, ну, в общем, смысл вы поняли, а сегодня Сергей уже работает, разбирается профессионально в разработке, то есть пишет на Python, пишет на Kotlin, но я хотел рассказать, вот я вам показывал перед этим, вот эту работу с этапами, да, когда вы начинаете изучать язык с нуля, то есть по сути дела это у вас знакомство, потом идет следующий этап, ребят, и никакой этап вы не перескочите, вот допустим, вот эта вот практика, где идет больше самостоятельной работы, кроме видеоуроков, здесь отличается в том, что по сути дела вы проделаете, вы нарабатываете куски конструкции, например, смотрите, вот вы перешли сюда, да, и я говорю, проделайте, ну, один кто-нибудь берет и просто просматривает чужой код, и он не получает никакого от этого эффекта, то есть просмотрел, грубо говоря, и забыл, человек, который начинает все это проделывать, и делать в два этапа, сначала он проделывает, и дальше проискивает в интернет, чтобы у него начинают нарабатываться навыки, во-первых, когда он проделывает, он же соображает, что делает, он знает типы данных, у него получается, когда он проискивает в интернет, он нарабатывает навык, то есть создает у себя, как бы в голове словарь, по какому вопросу, какой правильный запрос задавать, и язык, и третье, как я говорю, всегда описывать, и описывать, язык у него откладывается быстро, как по маслу, но на этом этапе, заметьте, мы работаем с функцией, мы работаем там с началом класса, мы работаем с методом супер, то есть по сути дела, мы работаем, ребят, смотрите, с конструкциями, то есть если, чтоб вы понимали, чем это отличается от этапа разработки, этап разработки, мы видим всю картину, и должны вот эти все вещи, с которыми мы работали раньше, собирать и применять уже для чего-либо, да, это уже другая история, этому тоже надо учиться, но никак не применешь вот этот средний этап, когда надо понять вообще, как работает функция, как функция использует функции, что как называется, и так далее, как работают классы, что такое наследование, что такое абстракция, то есть в принципе первичные понятия, как работает метод супер, и так далее, и так далее, потом начали Котлин, без второго языка, моя система у вас работать не будет, потому что я смотрю вот по тому же Асачему, он смотрю уже, Gc легко берет, пишет, почему, потому что функция в Python, функция в Котлин, функция в Gc, да, они разные, но это функции, и он умеет с ней работать, просто на сравнении, и каждый этап важен, я говорю для вас, новички, но для новичка еще и лучше сейчас, он будет проходить эти этапы, но при этом уже, допустим, работа с тем же декоратором, ведь никто ему не запрещает, пройдя там функции, постараться написать практически как ту же функцию, там тот же декоратор, да, и увидит, что ага, бас, это сработало, то есть, по сути дела, еще проще получается учиться, так вот, и третье мы сейчас добавляем, это обучение разработки, разработки, тогда по сути дела, все получается, и вопрос остается для чего, в чем цель всего этого, а вы посмотрите телевизор, сегодня говорят о цифровой экономике, грубо говоря, все, что сегодня есть на земле, оно оцифровывается, а значит, надо несколько вещей, первое, научиться писать логику, применять библиотеки искусственного интеллекта, я смотрю, вот я, Асачем и Сергею дал, пока библиотеку анализа пандаса, она самая простая, но вопрос в том, что поработав с той же пандас, он поймет, все остальные библиотеки, только делают другое, но принцип работы у всех, в принципе, один и тот же, понимаешь, тот делает там классы, бери и пиши, плюс добавить на навык самой разработки, то есть, и дело пойдет, значит, нам надо логика, на разных языках, нам надо сервер, то есть, все приложения сегодня стремятся обменивать, и нам надо мобильная часть, все, нам надо, в принципе, логическая часть, серверная часть, можете, может, я называю серверная, потому что не обязательно это будет веб, это может быть как в Инстаграме, а просто серверная часть, ведь у Инстаграма, на Джанго написано серверная часть, и кто не знает, Ютуб написан на Питон, и мобильная часть, это будет на языке Котлин, да, при этом понятно, что все это надо описать, все это надо при этом состыковать, при помощи Джейсон, да, и везде эти вещи нужны, как декораторы, либо миксеры, но опять же, чтобы у вас не возникало, вопроса, почему декоратор, почему миксен, а еще в первых видео, которые вы посмотрите здесь, я говорил, вот, да, ну, в самом листе, можете себе легко в голове даже, я показал Сергею, вот Джанго, да, она очень сложно написана, там метаклассы, но я когда показал пандос, а пандос написано как раз в основном на миксинах, да, и миксинг, это уже действие, это уже действие, и по сути дела, когда Сергей проектирует, да, где он там проектирует, когда проектирует, то, конечно, первое, что проще всего научиться писать, это миксины, во-первых, это полезно, во-вторых, это можно сделать, сколь угодно сложные вещи, добавить любой функционал, практически не напрягаясь, один раз описал, но я еще такую вещь не примену взять, понимаете, и сейчас Сергей говорю, и новичкам на будущее говорю, на этом этапе мы должны писать, Сергей, программы пусть 3-4 шага, но чтобы в них была логика, то есть, чтобы наш мозг начинал определять, вот сюда я добавлю пользователя авторизации, вот здесь я изменю какое-то действие, значит, тут я буду использовать миксин, тут декоратор, и когда будет написан 1, 2, 3, 50, 20, 30, 50 миксин, то, конечно, уже понимание придет, так вот, после этого понимания уже будет намного проще перейти к пониманию тех же абстракций, более сложных вещей, но после вот этого понимания те вещи станут не такими сложными, как кажутся, то есть, агрегация, абстракция, когда мы будем работать со свойствами объекта, что-то будет уничтожаться, что-то будет не уничтожаться, и так далее, плюс у нас с вами открытый вопрос остался еще по абстрактным классам, потому что пока я, честно скажу, кода не видел, а вот это мы должны сейчас увидеть, этот код с вами, потому что без абстракции, то есть абстракция, миксины и декораторы, это 40-60 дней ближайшие работы, но при этом я повторяю, не сейчас, а всегда, запомните, всегда помните про метод супер, я как раз, вы отлично, Сергей, описали его в школе, но я для вас все равно напомнил, если подзабыли, просто сейчас в домашнем задании я вас попрошу смоделировать ситуацию, написать какой-то кусок кода, чтобы потом реализовать метод супер, помните про него, потому что про него никогда не надо забывать, это метод, который вам всегда будет помогать, и его надо тренировать, потому что там тоже нужно видеть, и я вам рассказал здесь пример, статье почитаете, и так, для новичков понятно, то есть в школе все есть, для начала обучения, для развития, теперь мы делаем разработку, то есть, что я сказал, значит, что школа в 2020 году будет меняться, понятно, при вот такой работе, я все записываю, и выявляю более слабые места, по которым, в принципе, и создам уроки, потому что здесь важны направления, сейчас, которые в видео я пишу, они дают общее направление, чтобы понять, потому что, прежде чем писать код, надо, по крайней мере, себе ответить на вопрос, а зачем я его буду писать, и для чего я буду писать, вот этим, и отличается третий этап разработки, почему, потому что, если взять все учебники, как в учебниках написано, ну, возьмите вон этот кусок кода, поставьте, и вот мы получим то-то, это делает то-то, это делает то-то, но, мало кто пишет, зачем это вообще делается, а это самый главный вопрос, пока человек не понимает, зачем это делается, он это не будет делать, и понятно, пока он не ответил на вопрос, зачем, он никогда не будет применять, ни миксинг, ни тот же декоратор, не будет как-то дальше разевать наследование, повторяю, повторяю, то, что я, в принципе, хотел сказать, вот видео для статьи, я сказал, дальше вам надо просто почитать статью, она очень длинная, и в принципе, как я сказал, здесь описываются одни и те же вещи, но повторяются они три или четыре раза, просто с разных сторон, по сути дела, где я просто вам рекомендую принять решение и позаниматься ближайшие 30-40 дней именно миксингами и декораторами, чтобы эти действия были у вас очень точными, чтобы вы, читая техническую задачу, уже в голове автоматом прокручивали, где вы будете реализовывать на миксинге, где на декораторе, потому что ранее в уроках мы говорили, с чего начинается разработка, разработка начинается с принятия решения программистам о том, как он реализует проект, и вы что думаете, это просто, а не тут-то было, ребята, библиотеки годами пишутся, если вы считаете, что вы прочитаете книгу и научитесь, ничему не научитесь, я это уже проходил, по одной простой причине, вы знаете, расскажу свой опыт, действительно, когда-то я считал, что можно почитать книги и научиться разрабатывать, как казалось, вообще ничему нельзя научиться, кроме каких-то шаблонных действий, но эти действия не дают вам размышлять, потому что вас не учат размышлять, я говорю, это не значит, что плохо, просто такая книга бы была десятитомником, поэтому авторы обычно пишут, что вот, берите и вставьте вот этот код, понимаете, а возможно, сам автор там месяцев десять этот код разрабатывал ранее, да, это сейчас он для него простой, а вот моя цель, на чем я, я вообще в школе первая цель, это я учу учиться языку, это вот важная роль, а теперь моя цель дать именно систему разработки, то есть, допустим, вот простой первый постулат, который в принципе, ну, я нигде не видел, но я свое время читал книги, потом смотрю, читаю, ну, понимаю, что не то, но потом однажды был прорыв, когда было так, ну, я время от времени залазил в джанго, да, внутро, постоянно смотрел, когда получал некие ошибки, почему вот именно так вот работает, а потом я залез еще в несколько других библиотек, и вдруг я для себя открыл Америку на тот момент, да, что оказывается все библиотеки написаны абсолютно с разными подходами, и в принципе для меня стали некоторые вопросы, так что должен сделать первый программист, абсолютно верно, первое, первым делом программист, вот он начинает работать над проектом, должен определить, а как, какой методике он реализует свой код, то есть где-то он берет, использует классы сами, да, это само собой, где-то миксины, где-то декораторы, где-то абстракцию, где-то агрегирование, и так далее, и так далее, но ведь смотрите, когда начинаешь, и вот я наблюдаю за Сережей уже, наверное, месяца полтора, и с каждой новой информацией у него схема меняется, потому что, ребята, не все так просто, как кажется, ах, ну, буду использовать миксины, а потом, бац, оказывается, начинаешь думать, а где использовать, а как, значит, встает второй вопрос, тренировки не хватает, на данный момент, я вижу, Сергей понял, что миксины реально нужны, он увидел реальные библиотеки типа пандас, которые реализованы на миксинах, он увидел, что это знание поможет ему писать хорошее приложение в будущем на Джанго, то есть, по сути дела, это знание его толкает во все, да, хорошее, при этом он также шире начинает просто понимать наследование, разбирается со множественным наследованием, то есть, одни плюсы, но ведь это надо было проговорить, это надо было, а теперь это надо наработать, а наработать, что я имею ввиду под этим, это написать 20, 30, 50 миксинов до тех пор, чтобы видеть это в ситуациях и уже прогнозировать в голове, вот это я считаю, и есть начало разработки, вот это и есть разработка, вот это и есть обучение разработки, понимаете, то, что вы там в интернете прочитаете, я это тоже проходил, вот в школе конкретный вопрос, вы вряд ли найдете программиста интернет, чем отличается чем отличается абстрактный класс от интерфейса, да, находим там абстрактный класс, вы найдете, и найдете кучу умных объяснений, да, что это то-то, то-то, все найдете, вот, короткий пример, и все, и это ни к чему не ведет, потому что говоришь, напиши программу и покажи в коде в программе, все, ступор, потому что пока был маленький кусок кода, мы понимали, как надо применить логику и самому реализовать, сразу сложность, сразу сложность, и оказывается кода нет, и уже начинаем путаться, и вот эти вещи чем убираются, только тренировкой, но тренировкой не вот на таком, вот такой, это второй этап, можно на втором этапе тренироваться в пределах там кода, на этапе разработки говорю, что основа это мини-программа, 3, 4, 5 шагов, но где есть обязательная логика, только так, как только вы опускаетесь, считаете, что обучаетесь разработке, но спускаетесь до обычных примеров, где есть общее понимание, ребят, вы стоите на месте, помните это, потому что, и можете проверить, как только начинаете писать какую-то программу, да, программу, все, пошли сложности, то не знаю, этого не знаю, но на это и существует школа, вот мы сейчас двигаемся по конкретной методике, где, вот о которой я и рассказывал, и в принципе мне вот это интересно, потому что я к этому долго шел, и разными путями, и через книги, но в конце концов понял, что надо идти, это через работающие библиотеки, то есть, вот есть библиотека пандас, вот есть библиотеки, вот, мы взяли, там я писал раз, какие-то маги, да, вот этот, вот этот вот проект, там, проект молодой, то есть, и там код абсолютно на разные группы, под андроид, графические программы, значит, проверка кода, то есть, нас интересует их исходный код, вот именно по этому типу и надо учиться организовывать свой код, но это чуть позже, то есть, на этом будем, именно на это будем обращать внимание, то есть, научились писать декораторы, а давайте посмотрим, как вот эти ребята организуют свой код, вот давайте делать вот так, вот я считаю правильно, понимаете, потому что книга это книга, я считаю, надо опираться на готовые продукты, то есть, где рабочий код стабильный, это значит, он правильно работает, и там можно подсмотреть, ага, а вот кит магии использует декораторы в таких ситуациях, а миксины в таких ситуациях, и тогда уже подправить, но прежде чем что-то подправлять, по минимуму надо разобраться, что это такое, поэтому, ребят, то, что вы разберетесь и будете писать, я уверен на 100%, я вам зачитывал, что Сережа пришел, допустим, полным нулем когда-то, да, не так давно, а потом БАС вот уже разбирает такие вещи, более сложные, что надо делать, надо просто брать и заниматься, сложного здесь ничего нету, по одной простой причине, что все сложное раскладывается на простые вещи. И так буду заканчивать. Новички поняли, вы читаете инструкции для себя, и важно, помните, быть в группе, тогда будет все нормально, в школе в группе. Следующий момент, ну, моя цель была сейчас, кроме того, что я написал статью, рассказать, что надо отдать определенный период времени, где мы будем заниматься миксинами и декораторами в течение от 30 до 60 дней, сколько понадобится времени. Но при этом этот вопрос должен быть доведен до автоматизма. И в этом смысл системы. Вы, еще раз отвечаю на вопрос. Почему миксины, почему декораторы? Ну, давайте возьмем агрегацию. Ребят, так там сложнее. Смысл брать сложнее, когда мы не можем изучить то, что проще. Надо идти к простому. И смысл один, нам надо стержень. Вот декоратор это вещь на все случаи жизни. Миксин вещь на все случаи жизни. У нас есть стержень. По крайней мере, начиная любую разработку, мы уже прикинем то декораторы, то миксин. Потому что дело там агрегации, абстракции, ну, абстракции это обычное наследование, там ничего страшного нету. Там уже вещи немножко сложнее, но они не так часто применяются. А миксины и декораторы можно применять на каждом шагу. И когда у нас есть стержень, а стержень я говорю, что это уверенная работа создания этих вещей, то мы уже можем посмотреть уже, а что там кит маги делает, и уже добавлять к своему стержню какие-то элементы. Мы их будем понимать, мы выйдем на тот уровень. Вот что важно. Вот это важно мне было донести в этом видео. Второе, что переходим на мини-программы. Ребята, еще раз говорю, если когда мы развиваем в себе Python, то есть мы уже в принципе не новички, но еще и не профессионалы. Вообще профессионалам себя я считаю, что некрасиво считать. Всегда надо стремиться, поэтому до профессионалов всегда надо стремиться к чему-то, иначе апатия будет. Но на этапе разработки вот эти вещи, например, рассмотрение кода в пределах какого-то элемента блока, оно не работает. То есть пока вы будете рассматривать код вот таким образом, вы не сдвинетесь к разработке, потому что вы будете видеть, как только вы начинаете пытаться разрабатывать, вы опять упираете стены. То не знаю, это не знаю. А я вам говорю, все дело просто. Все дело в простой тупой тренировке. Поэтому сейчас важно перейти к чему? К написанию цельных, но малых программ. В 3-4 шага логики. Но это должна быть логика в несколько шагов, где будет несколько классов, где можно будет использовать и декоратор, где вы моделируете ситуации. Понимаете? Тогда это начинает отлично работать. Тогда у вас начинает нарабатываться, ведь программирование, разработка, это опять же навык, это тренировка. А сейчас нам надо наработать. Первый навык, это как реализовывать эти вещи в коде, второе, видеть техническое задание и к чему их применить в данном техническом задании. Это тоже тренировка, по-другому это никак назовешь. Понимание у вас уже есть, как и что работает. А вот само применение, его надо тренировать. поэтому это дело техники в школе мы это будем делать шаг за шагом это все однозначно получится. Я надеюсь, я все рассказал. Так, ссылка на статью в описании видео. Все, спасибо.